коллеги всем привет выдалась пара свободных более-менее теплых дней скоро должны начаться холода и гнать мне не получится у меня как раз скопилось довольно большое количество сырца из тростниковой мелассы будем делать сегодня ром собственно ром у меня залит получается это у меня сейчас идет третья перегонка первый раз это была перегонка в виде классического сырца потом этот сырец был настоен на жмыхи яблок я яблочный сок выдавливал потом так как этот жмых разбух и его невозможно было перегонять в обычном кубе не получалось дробить я это дело перегнал на пвк с использованием вот как раз так вот это вот джин корзину джин корзину я заправлял высушенные кожурки от мандаринов было два погона получается по 50 литров на каждый погон я использовал две засыпи джин корзину собственно весь сырец сейчас я загнал уже в этот куб получилось как раз таки 50 50 где-то литров он вообще полный до краев крепость его не мерил мне принципе это не нужно я и так не гоню что прекрасно собственно сейчас идет разгон конфигурацию я в этот раз собрала таким образом шлем направлен вверх холодильник я еще не подключал дело в том что рано разгоны запустил минут 30-40 назад вот этого ничего здесь не было собрано подключил только рк и заглушил разъемы оставшиеся и поставил на разгон и пока это все разгоняется как раз таки занялся сбором шлема и всей остальной установки ну собственно по классике моей головы я буду отбирать на рк конденсировать их тело уже буду забирать на шлеме хвосты буду дожимать на флейте ром у меня пойдет в бочку пить его сразу не собираюсь заливаться он будет надолго минимум на год будем добиваться шедевра так эквилибриум произошел колонна поработала на себя фракции более-менее выстроились чистый спирт меня не интересует мне интересует максимально качественный отбор голов максимально качественно и довольно быстро при чисто ректификации этот процесс происходит гораздо дольше но у меня дистилляция поэтому отбор настраиваем на вот такой вот скорость одна капля в секунду и по уровню отбора этому здесь 750 миллилитров баночка нам нужно будет отобрать где-то в районе все-таки литра полтора как показывает практика поэтому можно будет сейчас поставить напротив камеру чтобы удаленно отслеживать сколько там набралось и заниматься своими делами пока это все дело отбирается но как показывает практика по времени это займет часа 4 наверное возможно даже 5 процесс довольно долгий нудный находиться рядом с ним постоянно в общем не обязательно лучше заниматься своими делами пока здесь все работает система настроена все работает стабильно собственно что касается голов головы многие отбирают по формуле так 10 процентов на калькуляторе самогонщика в принципе да на самом деле так она примерно и есть но в случае арка головы получается довольно концентрированный и соответственно их требуется отбирать меньше как же делаю я то есть я отбираю 5 процентов это в любом случае вот объема залитого в куб по абсолютному спирту 5 процентов отбирается по всему остальному уже идет по органолептики если ароматики нет и дальше идет чисто спирт значит переключаемся на шлем и отбираем тело если чувствуем нотки голов то есть это ацетоновая группа кетоновая но они довольно неприятный пахнут как концентрированный такой клей момент желтый воняет жутко будет невозможно и поэтому как только этот аромат аромат пропадает начинается ароматика спирта мы переключаемся на шлем струйку я настроил таким образом это на рк не очень сильно не очень слабо для колонны это достаточно сама колонна же подключена просто напрямую в розетку без регуляторов то есть там работает от тена на 3 киловаттах камеру я использую вот такой вот поставил работает она через вай фай и потом удаленно на телефоне наблюдаю сколько здесь набралось голов но это можно принципе и по времени засечь периодически поглядывать но вот достаточно в телефон посмотреть и никуда не ходить посмотреть что здесь все идет нормально ну что коллеги опять нештатная ситуация началась буря пошел снег метель резкое понижение температуры собственно пришлось по-быстрому закрываться вот одеяло накинул выключили свет включил генератор генератор у меня полную мощность 3 киловатта не тянет но в принципе вот на половинке нормально справляется сейчас как раз шлем опять разогревается пока все подключал тут идет вот так вот отбор бутыль накрыл чтобы туда снег не попадал подключается без дефлегматора просто обычный прямоток когда беру основное тело подключу уже при этом даже мать хвосты сейчас гонится ром ароматика просто сумасшедшая что-то цитрусовое такое тропическое просто супер я думаю на выходе будет шедевр однозначно ну собственно вот такой вот полный апокалипсис настал было плюс 10 и тут нате вам метель пройти невозможно по поводу воды здесь у меня сделана отдельная линия независимая здесь получается здесь труба выходит из обратной стороны с коптерки тоже труба там что он постучается и осуществляется вот так вот подача воды когда погон завершён это все дело сливает чтоб не замерзла а вот это ли не к сожалению замерзает поэтому с ней работать получается только осенью весной и летом зимой она бесполезна интересно кстати явление здесь на тени видно тень пара не знаю да вам видно немного на камеру как работает дефлегматор атмосферный очень интересно так ну собственно вчера погон мне удалось завершить всего лишь на отборе тела переключиться на флейту я уже не смог потому что же и бензин и генераторе кончался света нет поздно спать хотелось поэтому я кран закрыл у куба сейчас запустил сейчас колонна работает без дефлегматора то есть дефлегматор отключен так здесь у нас вот так вот это все идет крепость идет 92 с учетом коррекции температуры мы продолжаем убирать дальше так в общем градус идет 87 температура минус 2 так получается это в районе 91 94 градусов ой 92 градусов это мне более чем достаточно щуп один идет самом верху колонны второй щуп идет вот здесь на холодильнике здесь смотрим следующее сейчас 78 78 температура как только настанет 79 это значит что все пошли хвосты и отбор тела мы прекращаем дальше забираем просто хвосты второй датчик его надо кстати поставить на минимальное значение он сейчас не показывает никакие данные потому что температура слишком мало что он может показать можно так поставить как только температура здесь станет выше это значит то что вода перестала бежать и холодильник перестал работать система просто распыляет так видно как идет вода